Привет, друзья! Ну вот, уже согласно моего отсчёта времени, мы находимся в 1969 году. Наш ансамбль «Эврика» был уже в этом году достаточно известным, так как мы несколько раз выступали на центральном телевидении, а выступление на телевидении в то время даже очень дорогого стоило, потому что было-то всего две программы, два канала, которые транслировались на всю страну. Согласитесь, сейчас с многоканальным телевидением и интернетом потоки вездесущей рекламы, даже яркое выступление просто становится, ну, незаметным. Во-первых, слишком много стало артистов, слишком много разного рода информации. Всё просто приелось, примелькалось, да и телевизор-то уже, в общем-то, перестали смотреть. Я, во всяком случае, его вообще не смотрю, потому что в интернете гораздо больше всего того, что вам просто больше нравится. Ну, не так ли? Ну, так вот. Опять в который раз у меня в то время возникла проблема – изменение состава музыкантов. Опять в который раз мне приходилось с новыми людьми осваивать на репетициях и старый, и новый музыкальный материал. Новые люди – это всегда притирка характеров, изменение взаимоотношений в группе. Что же мы пели в то время? Конечно, это были в первую очередь песни Битлз, Битлов. И ссылки на эти песни я даю в описании. В то время, в тот год, именно эти песни были популярными. Репетировали мы также песни из отечественного советского репертуара. В том году на олимп популярности взошел замечательный певец Валерий Абадзинский. И, конечно, наш певец Женя Савченко взял несколько его песен в свой репертуар. Но это прежде всего были песни «Эти глаза напротив». И «Восточная песня» была очень популярной в том 69-м году. Послушайте, пожалуйста, по ссылкам в описании. Продолжали свои репетиции также и театральные наши актеры. Ведь коллектив все еще оставался популярным. И все тот же актер, о котором я раньше в своих предыдущих журналах рассказывал, актер Анатолий Трушкин, все так же заражал нас своим искрометным юмором. Для новых зрителей я даю здесь небольшой фрагмент из выступления Анатолия Трушкина на центральном телевидении, но уже будучи зрелым автором, исполнителем. Давайте посмотрим маленький фрагмент из его выступления. У каждого народа свой основной инстинкт, своя главная слабость. У французов – любовь, у немцев – порядок, у бразильцев – карнавал. Что у нас? Какой наш главный инстинкт? К чему вообще чаще всего нас тянет? К пьянству, воровству, хождению в гости, вранью, матершине, обжорству, сексу и глупости. Теперь среди них надо определить наш самый главный инстинкт. Возьмем обжорство и пьянство. Что сильнее у нас? Едим много. Если во всем мире едят три раза в день, то мы едим три раза в день и два в ночь. Жизнь проходит между кухней и туалетом. Самые распространенные болезни – понос, запор, изжога и кота. Едим все, кроме сильно ядовитых грибов, наростов и шайников. Грудной ребенок у нас кричит – это что? Или хочет есть, или объелся. Вот так едим. А пьем до еды, после еды, во время еды, вместо еды. Пьем больше. Теперь возьмем вранье и матершину. Врут все. На каждом шагу. Это у вас обувь вьетнамская или китайская? Это итальянская? Или голландская? Откуда у вас вилла, мерседес, яхта, бронетранспортеры? Бабушка оставила. Вы на мне женитесь? Да. Кто ж еще? А мат с утра. Ой, день сегодня какой хороший твою мать. Солнце ее мать улыбается. И облаков их мать нет. Прям поет все в этой ее мать в душе. И вот наступила весна 1969 года. У нас вместо ушедшей певицы Любы Лоленко появилась новая певица. Пригласил ее Валерий Сухарада. Это была Ирина Шачнева, которая позже стала солисткой вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». И вы ее сразу здесь узнаете, вспомнив несколько песен в дуэте с Валентином Дьяконовым из репертуара еще первого состава этого ансамбля начала 70-х годов. Ну, что я могу сказать? Ира у нас долго не задержалась. Традиционный майский концерт был уже, ну, я бы сказал, не таким успешным, как это было в предыдущие два года. А осенью Валера Сухарада в связи с переходом на новую работу в качестве заместителя отдела по культуре в Московском областном комитете комсомола покинул наш коллектив. И коллектив, если так можно сказать, дал трещину. Не стало театральной группы. И фактически Эврика стала просто вокально-инструментальным ансамблем. Мне хотелось бы отметить, очень отметить тот факт, что я, ну, просто жадный буквально до любой музыки и до разных стилей, ритмов. Я очень люблю классическую музыку. Ну, конечно, джазовую. Причём, пожалуй, особенно джаз 20-х, 30-х, 40-х годов. Это и просто фортепианная музыка в стиле рек-тайм или даже диксилент. Ну и, разумеется, уже более поздние стили. Ну, такие как свинг, бип-боп. Очень люблю песню традиционную, понятную. Люблю как нашу отечественную песню, в том числе даже и некоторые народные песни. Так и песни зарубежные. Неважно, итальянские, греческие, французские. Ну и, разумеется, конечно, англоязычные. Жизнь заставила меня играть на самых разных музыкальных инструментах. От скрипки до саксофона. И петь самые разные песни. На итальянском, греческом, английском языках. Включая, кстати, и татарский язык тоже. Я никогда не беру в репертуар песню, не поняв прежде всего её смысл. И всегда работаю над текстом со словарём. Слова и предложения, на мой взгляд, как я понимаю, это некая электронная информация, заложенная в тексте. Если всё это использовать неточно и бессмысленно жестикулировать на сцене, изображая совершенно другую сценическую идею, то исполнение будет фальшивым, неестественным. Как бы вы не совершенствовали своё сценическое мастерство. Это сегодня бич нашего шоу-бизнеса. Неграмотная режиссура и уход от реальности. Скажу прямо вам. Понимаете, я не воспринимаю рэп как новое течение. Не воспринимал в своё время хэви-метал. Несмотря на то, что, конечно, это такая музыка, она собирает определённую аудиторию. И даже очень большую. Но это такое модное течение. Это такая не просто субкультура. Это суб-суб-субкультура. Хэви-метал – это музыка, вызывающая истерику. Ну, может быть, где-то протест. Секс вместо любви. Это музыка начала 80-х годов, когда на мировой сценической площадке появились довольно популярные, кстати говоря, группы в костюмах, скелетах, в ужасных масках. В моду вошёл пирсинг, татуировка, косуха из кожи и так далее. Лично я, как и многие мои товарищи по цеху, обошли стороной всю эту паутину, если так можно выразиться. Вот если взять джазовую музыку, то уже, считайте, сто лет этой музыки. Она уже превратилась в классику. И новые поколения её изучают. Изучают. Они учатся на этой музыке, как бы уже трансформируя её в какие-то современные свои достижения. А вот эта музыка, там, рэп вот этот, особенно, знаете, вот моё отношение вообще к самой культуре, когда я смотрю, едет на автомобиле молодой человек, там, где уже нет ГИБДДшников, с банкой пива, понимаете, за рулём сидит. И вот у него вот эти басы, бум-бум-бум, ну, которые слышны за два километра, не за километр, за два. Вот что у него в голове? Вот что ценного он в себе несёт, вот таким образом отдыхая? Ну, а забегая вперёд, значит, я скажу, что 1970 год, осень, этот год преподнёс самый настоящий сюрприз, благодаря которому нас узнала вся страна по-настоящему. Мы удачно выступили на центральном телевидении во всесоюзном телевизионном конкурсе о ломающем таланты. И об этом я, конечно, расскажу вам в следующих выпусках моего журнала. Кстати говоря, поскольку я летом отдыхал и прошёл на теплоходе от Москвы до Валаама, то я решил сделать несколько серий о моём путешествии. Но сериал «Музыка СССР» будет обязательно продолжен в соответствии с хронологией. Друзья, на этом разрешите с вами попрощаться. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком. Делитесь моими фильмами с друзьями на разных ресурсах. В Фейсбуке, в ВКонтактах, в Одноклассниках. Я желаю всем вам самого наилучшего. Конечно, мы ещё увидимся и не раз. Пока-пока, друзья, пока. Субтитры создавал DimaTorzok